Три тонны помощи для бойцов харьковские волонтёры везут на передовую уже сегодня. Говорят, ребятам нужно всё. Обеспечение тех, кто уже больше полугода буквально живёт в окопах, так и не наладилось. Мыло, чай, нижнее бельё, зубные щётки и носки, бензопилы и гвозди – всё для выживания в полевых условиях. Но главное – 90 комплектов летней военной формы. Лёгкую непромокаемую ткань волонтёры закупили сами. Разработали модель, а швеи пошили одежду для солдат бесплатно. Она получается и не комбинезонная, и не штаны, и что-то усреднённое. То есть можно вот эти подтяжки отстегнуть, а если человек, например, немножко полнее, то на подтяжках подтянуть. То есть усовершается. Вот даже наши швеи клеят бирочки ребятам на форму с размером, ну то есть всё как будто из магазина. Берцы облегчённые летние, вот уже и подошва, скажем так, чуть проще и мягче. И вот тут уже вставочки у нас идут не кожаные, а специальные пропускающие воздух, ну потому что тепло. Поездки в Счастье, где сейчас дислоцируется 92-я бригада, готовились почти месяц, рассказывает Марина Краснова. За это время удалось собрать около 300 тысяч гривен. На них и закупили всё необходимое. А этого крокодильчика в волонтёрский офис принесли бабушка и внучка. Своё послание попросили передать танкистам. Вернуться из поездки волонтёры планируют уже завтра и сразу начнут готовиться к следующей. Ещё одна задача активистов – обеспечить больницу в попасной новым оборудованием, чтобы раненые могли получить там своевременную медицинскую помощь. Светлана Дашкевич, Вячеслав Кузьменко, агентство телевидения новости.